Компенсационные и социальные выплаты взамен земельных участков многодетным семьям могут стать целевыми. Такие поправки сегодня рассматривает администрация Ненецкого округа. Впрочем, изменения будут приниматься только с учетом мнения самих многодетных семей. Речь об этом шла на форуме, который собрал на одной площадке родителей трех и более детей и представителей Управления земельных и имущественных отношений Ненецкого округа. Сделать выплату целевой или оставить многодетным родителям право самим решать, куда потратить средства. Принципиальная поправка, которую сегодня администрация региона обсуждает совместно с многодетными родителями. Впрочем, мнение последних однозначно. Я думаю, так как люди воспитывают от трех и более детей, у них найдется разум, чтобы потратить их на семью. Я думаю, кроме семьи люди никуда не тратят. И мы видели приобретение уже те, которые были в семьях, кому раздали эти деньги. И мы очень радовались за них, потому что кто-то покупал мебель, одежду, автомобили. Потому что сейчас нам передвигаться, у нас шесть детей, у кого-то восемь детей, у кого-то трое, четверо. Передвигаться по городу с новыми законами – это очень тяжело. Средства за участок предлагают использовать по трем основным направлениям. Приобретение и строительство жилья, оплату первоначального взноса или погашение ипотеки. При проработке нового порядка учтен опыт соседних с округом регионов – Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. За основу предлагают взять простой расчет. На среднестатистическую многодетную семью из пяти человек положено 80 квадратных метров жилья. Вот они берут вот эти 80 квадратов, которые должна обладать каждая многодетная семья, умножают на вот эти 54 тысячи и получают там 4 с лишним миллиона. Но они не дают многодетным семьям по 4 с лишним миллиона. Они дают 30 процентов. Совершенно верно. Дают 30 процентов от этой суммы. И вы получаете ровно 1 миллион 319 тысяч с копейками. Понятно, да? Расчет понятен, прозрачен, в принципе ясен. И вот таким образом как бы предлагается рассчитывать и в нашем случае, грубо говоря. Но, еще раз обращаю внимание, если это выплата целевая, то вы, допустим, имея по формуле расчетное право на 1 миллион 300, грубо, да, вот мы посчитали сейчас социальную среднестатистическую семью. Имейте ипотеку, по которой у вас осталось 500 тысяч. Вы получите 500 тысяч. Потому что вы подтверждающие документы на целевую выплату принесете справку с банка на 500, а не на 1 миллион 300. Ипотека, строительство или приобретение – разницы нет. Для многих семей предложенные направления уже не актуальны. Жилье есть, ипотека погашена, а на строительство желанного дома кредитов банки не дают, ввиду недостаточности доходов. Впрочем, многодетным семьям предлагают расширить перечень направлений. Например, многодетные семьи из сельских населенных пунктов хотят видеть одним из направлений – приобретение строительных материалов. Предлагали свои дополнения и семьи поселка Искатели, которые в большинстве своем настаивают на целевом характере выплаты и предлагают внести в перечень приобретение жилья в другом регионе. Кроме этого, Искательские многодетные семьи настаивают на равном размере выплат для всех муниципалитетов. Многодетные семьи не отличаются ничем, что в Искателях, что в городе. Как можно оценивать? Там миллион, здесь 600 тысяч, с которого еще снимается 13%. Что касается налога на выплату в размере 13%, удержание это совершенно законное и не противоречит российскому законодательству. Мы писали в нашу налоговую инспекцию, на сегодняшний день получили ответ, что налог должен удерживаться из той выплаты, которая существует сегодня. Здесь есть два пути решения. Я готов пойти по любому, по которому вы скажете. Продолжать так дальше удерживать, как мы это делаем сейчас. Можем вам выплатить без удержания налога, но это не говорит о том, что вы его не должны заплатить. То есть мы можем это время приложить с удовольствием на вас. И заплатить его или нет, это ваши проблемы хоть до наказания уголовного, до неуплаты налогов. Затронул Сергей Сверидов и еще один немаловажный момент. Компенсационная выплата не будет учитываться как доход при определении других мер соцподдержки. Этот вопрос в ближайшее время будет рассмотрен собранием депутатов. Как итог форума, мнение многодетных семей, собранное в вопросных листах, будет учтено. Останется ли все как есть, или будет принят новый порядок предоставления выплат, станет известно в ближайшее время. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал Север.